итак добрый день приступаем дефектовки автомобиля начнем с того что мы проверим ходовую часть потому что как мы уже говорили в предыдущем видео когда мы делали небольшой тест-драйв она прям по ходовой части у этого автомобиля не очень поэтому ее обязательно нужно проверить раскачивая автомобиль мы слышим стук пойдем искать стук дядюр или что там костян о мишань пошатай пожалуйста пушку гонку и что я чё-то нажал а сзади есть все спасибо итак косточки точно передние стойки стабилизатора кстати многие спрашивают как вы так быстро делаете что невозможно сделать там капитальный ремонт там за три дня за неделю там ну кто как найти я слышал кто-то даже капитальный ремонт бывает делает и месяц так вот что невозможно все такие работы делать такой быстро как делаете вы и многие даже не верят что мы тут делаем потому что думают что может обманывать подсыпаем что-то в эти моторы и там и коробки что они начинают ехать после нас хорошо и выглядит как новое вот так в общем все это возможно потому что мы занимаемся только киа и хендай у нас весь поток работ нас налажено на нашем закрытом предприятии до закрытый цикл действия идет то есть мы никуда не возим практически никакие детали как это делают многие сервисы поэтому у них такие длительные сроки у нас все весь порядок работ мы производим самостоятельно по моторам по коробкам по ходовой части по даже подбору запчастей и их как бы поставки продажи там то есть по следующей установке весь цикл происходит по приемлемым доступным ценам и поэтому мы производим все работы и быстро и наша средняя цена то есть не превышает среднерыночной так все плохо диски-колодки новые но как будто поджимает что-то надо проверить суппорта свободного хода у колеса что нету то же самое то есть либо пальцы зажаты либо сами поршня то есть нужно посмотреть здесь тормозами обстановка похуже и выработка на дисках и колодок осталось совсем мало помните я говорил что скорее всего гофра прогорела посмотрите она просто отгнила здесь оторванный сайлентблок на редукторе распространенная проблема на этих машинах ведь он сверху вот здесь вот с другой стороны тоже немножко в другом месте порвался здесь уже взнос естественный пробега видите вверху вот тоже там тяги схождения надо проверять по виду их не крутили уже давным-давно нужно проверять у них частой проблемой на этих автомобилях вот этот болт и вот этот вот это один звучит за тягу схождения меняю то есть регулирует хождение задней оси 2 отвечает за рычаг подпружиненный развальный он соответственно влияет то есть ну то есть регулирует развал на данном автомобиле на задней оси и если эти болты не крутятся вход развал просто невозможно выставить даже бывает мы его прокрутили но при этом втулка провернулась вместе с саленблоком то в данном случае нужно менять обязательно саленблоки эту тягу потому что в любом случае она оторвется и у вас будет болтаться колесо сожрет резину это очень сильно влияет также на то как машина едет по прямой надрыв вот здесь на саленблоки еще саленблок в кулаке его тоже обязательно надо сменить хотелось бы отметить что на сроки еще очень сильно влияет то что у нашего механики в основном проработали с автомобилями конкретно клубной марки киа и хендай многие уже по 5 по 6 а то и по 10 лет и соответственно мы знаем автомобиля практически все болезни поэтому ремонт и происходит гораздо быстрее чем в любых других любых других сервисах потому что мы знаем куда смотреть что лезть и что можно поставить а что нет внимание на магнит я думаю когда меняли масло заливали свежие его мыли а он уже весь просто весь залеплен металлом эта штука должна быть очень-очень жестко болтается помните стучала спереди в основном она и стучала здесь еще есть катализатор 50000 пробега по факту половина катализатора уже отсутствует как вы видите двигатель с коробкой можно демонтировали сейчас мы снимаем навесное оборудование начинаем в первую очередь разборки двигателя потому что нам нужно его отправить токарный цех где его будут приводить чувства ну что дорогие друзья всем скептикам на зло смотрите сюда цепи растянуты очень сильно цепи вот видите прям вообще но он уже все он в конце он дальше уже просто некуда больше некуда он уже даже не держится но смотрите тут уже осталось чуть-чуть но еще хватило герметик на этой крышке еще заводской его здесь никто никогда не отрывал это завода герметик уж я-то точно знаю я очень много этих моторов разобрал вот 253 тысячи пробега это прям уровень ребята это прям молодцы а говорите корейцы ненадежные 253 тысячи пробега крышку не снимали клапанку только переклеивали и все все надежно нужно просто уметь пользоваться ну что ребят для 250 тысяч скажем откровенно в принципе неплохо неплохо хотя очень и нехорошо в принципе в плане того что вкладыши у нас все под замену многие из них уже видите под задрали он пошел вкладыш болтаться он плохо здесь держится если вот первый сидит хорошо потому что он целый на средней шейке третий вкладыш уже болтается он уже и он под выброс шатунные вкладыши как вы видите тоже да видите пошли задиры на них и видно что их нужно менять они изношены очень сильно но коленвал при этом выглядит довольно таки неплохо то есть скажем так даже средняя шейка на которой больше всего было задан вкладыш она знаете как будто алюминий на нее только начал наноситься и она то есть не пошла основная часть металла соответственно мы коленвал отдадим нашим токарям токаря его промеряют они скажут либо они его отполируют либо будет к коленвал под замену ну если они промеряют и все будет с ним хорошо то принципе отполируют его и подберем под него вкладыш и поставим его обратно вот блок я сейчас почищу еще хотел вам показать наши поршня в принципе то с чего как говорится у них всегда у этих двигателей начинается поршня как вы видите тоже не очень хороши все стандартно это стандартная поломка двигателя же 4 кд на к е в основном конечно кд и на страдают такими проблемами как мы видим самый будет сильно наверно изношенный 4 потому что блоки там на нем да так и есть видите 4 прям сильно изношенный максимально перегретый поршень точно так же сильно изношенный четвертый цилиндр блок я сейчас почищу помою отдам токарям колено отдам токарям они это все промеряют проверят блок загильзует колено если получится от полирует не получится будем менять потому что точить эти коленвалы мы крайне не рекомендуем они довольно хрупкие ремонтные размеры ремонтный вкладыш на них только не оригинальные плохого качества поэтому как показывает практика они просто не ходят поэтому лучше всегда коленвал если он не подходит по нужным параметрам его лучше поменять здравствуйте ну чё пришел опять у нас же 4 кд от миши на гильзовку кстати вон смотрите 3 уже там готов они все так и просто сыпятся так сказать задирает их а мы восстанавливаем сейчас расточим под гильзу загильзуемся расточимся под поршень отхонингуемся и отдадим миши обратно пришел мотор на дефектовку коленвала сейчас мы проверяем колено колено на прогиб 4 сотки корня изможенные потертые очень сильно штуны нормальные да здесь и корня в принципе можно тоже они повернутся нормально хорошо все просто видно как работал мотор вон они царапинки мелкие это все уберет в пробег 250 до тогда уберется нормально все хорошо будет славу да конечно мал будет на идеальные четыре сутки для него грубо говоря я сейчас выровняю в полсотки даже даже вообще идеально не сделаю у него размер у конечно что у кдш на у него 48 шатуна идет на минус там 4 и 6 соток здесь получается у нас пять соток на минус две сотки по штанам две сотки дается допуск и даже ну грубо говоря это все зависит от лавы вот 47 95 как и должен быть нижний размер 94 это минимальный размер шатунных шеек просто полируем и все я выравниваю выравниваю его и полируем все запланированные работы по блоку цилиндров и по коленчатому валу у нас уже произведены блок загильзованный коленвал у нас полированы то есть его промерили то есть в предыдущих кадрах это как раз и видели его промерили отполировали и в принципе то есть дали добро на установку по этому коленвалу и блоку мы подобрали оригинальные вкладыши вкладыши как вы уже Давно многие знаете Подбираются здесь по цветам, свой размер На нашем блоке вкладыши стоят Вот я их уже установил Здесь у нас 4 вкладыша Идут бесцветные, соответственно Не видите B, B это значит стандарт Нулевой, и один вкладыш Идет черный, вот у него стандарт А, стандарт получается чуть меньшего Размера, они соответствуют коленчатому Валу, потому что на блоке у нас все буковки Б, здесь у нас где-то трешка должна быть Если у нас черный вкладыш Значит где-то трешка Шатунные вкладыши все у нас идут Вот они, кстати, номерочек ему нужен Они все бесцветные Вот так они выглядят Хочу отметить, что Такие вещи мы всегда ставим оригинальные Видите, мобис, все, голограмма, все как положено Коренные вкладыши тоже оригинальные Просто я их уже распаковал Просто перед съемкой не успел вам их показать В запакованном виде Сейчас я это все дело соберу в кучу Также я уже Установил Поршня Поршня тоже оригинальная Хендай Все как положено Геном Парс Что еще я вам хотел показать Вот полукольца Не забывайте обязательно Им нужно менять полукольца И не забывайте, если вы снимали Гребеночку вот эту Не забывайте ставить ее на место Потому что потом будет очень проблемно И установить, чтобы поставить гребенку Нужно будет снимать коленвал обратно Соответственно, если вы соберете мотор Придется его заново разбирать Дальше пойдем покажу Здесь у меня имеется к этому автомобилю Набор оригинальных прокладочек Вот он Где-то тут А, вот номерочек его Вот Все, орига Все Как должно быть Настоящие прокладки Все перепроверил Не подделка Все сальники Такие, как должны быть В связи с импортозамещением Хотелось обратить внимание Смотрите, как они сейчас пишут Для продажи в Корее Только лишь в Корее Альтернативные поставки Далее Набор оригинальных цепей Вот цепи Это у нас получается ГРМ Успокоители Верхние, нижние Натяжитель Вот тоже Вот Здесь у меня Под покрывалом ночи Уже подготовленная к установке голова Я ее полностью Как вы видите Помыл Почистил Притер клапана Проверил зазоры И Шлифанул Все Все клапаны на своих местах стоят Нигде ничего не перепутано То есть голова в принципе Полностью готова к установке Осталось ее собрать Также здесь у меня Если что Они без упаковки Уже Навес к нам приходят Болты Болты тоже оригинальные Если не переживать За них не стоит Здесь у нас два болта Идет без шайб Остальные с шайбами Почему так идет Потому что На эти два болта Шайбы идут отдельно Другого размера Иначе вы эти Болты с шайбами Не вставите Здесь у меня еще есть Для этого двигателя Ремень приводной Как вы помните Старый ремень у нас Очень изношен Имеется помпа Помпа под замену У нас идет Вот она Тоже оригинальная И неоригинальный комплект Роликов Но это как бы Не страшно То есть Альтернативные Чтобы вы знали Мы не всегда Все можем поставить Оригинал Потому что Иногда клиенты говорят Как бы сэкономить денег Есть альтернативные бренды Там GMB Корея Это к примеру Вот ролик натяжной В принципе Это то же самое Что оригинал Просто В другой упаковке Вот Хорошего качества Скажем как Неоригинальная деталь Вот Далее Что у меня еще здесь есть Свечи Свечи оригинальные Мобис И масляный фильтр Остатки старого катализатора Мы уже удалили Здесь катализатор Располагается Под днищем автомобиля Как отдельный элемент Выхлопной системы Насколько вы помните У нас катализатор В половину выгорел Остатки я выбил Сейчас я буду вставлять Вот такую вставку Металлическую Так Опускаете сюда Я предвожу Это тоже катализатор Только металлический Да Это катализатор Металлический Многосотный С напылением Из цветных металлов То есть Он в принципе Свою работу Выполняет Не хуже Заводского И При этом Автомобиль у вас Не воняет Не шумит Работает практически Точно так же Как он работал С завода Может быть Он Не такой эффективный Как заводской Но при этом Он более долговечный Экологический класс Понижается на 1 Да Да Ну будем говорить так На нем написано Евро 5 Но по факту Это Ну такие Натяжка Евро 3 Но в принципе Я же говорю То есть Работу он свою Выполняет И служит гораздо дольше Чем родной Мы Раньше ставили Пламегасители Они Как оказалось Не настолько эффективны Шум Снижается Но он все равно Остается Ну а запах Совершенно Никуда не девается Поэтому лучше Ставить вот такую вещь Она стоит дороже Цену на эту вещь Вы можете узнать У наших менеджеров По запчастям Но она гораздо лучше Для установки Видите Я здесь Да Подбирается она Специально Под специальный размер Под каждый автомобиль Отдельно Для установки Я уже здесь Все зачистил Да Чтобы у меня сварочка Хреллжа И делаю такую вот Себе штучку Чтобы Его не портить Потому что он железный К нему может Привариться Окалена И чтобы заварить Я вот такую вставочку Делаю Смотри какой Тут хороший Крусочек Все видите Я пластиночку Это убрал Не забудьте ее Забрать Если будете Вдруг сами это делать Потому что Машина не заведется Все проварил Провариваю Шов сплошняком Почему Потому что Если приварить Некоторые Знаете Любят Точечками Приварил Так Типа Куда он денется Это неправильно Потому что Остается небольшая щель Между стенками И В этом месте Газы начинают Проходить Выхлопные Больше Почему Потому что Сопротивление Меньше Чем допустим Внутри Там сопротивление Какое-то есть Определенное А там они начинают Проходить без сопротивления И все это дело Начинает прогорать То есть вот эта вот Наружная часть Она быстро отгорает То есть нужно Проваривать полностью В инструкции Также это написано Что обязательно Нужно приварить Полностью его Проварить по кругу Далее Я беру Глянец Который отрезал Перед этим Нахожу по своим Меточкам Как он должен стоять Видите Предварительно Я сделал Меточки Специальные Чтобы поставить Его ровно В то же место Где я отрезал Если вы Не пометите Это все дело Вы его потом Не состыкуете Ни с приемной трубой Ни с продолжением Глушителя Ну что ребят Готово Вот так Это все выглядит Вроде Неплохо Получилось Термоэкранчик Тоже приварил На место Все Вот Катализатор Внутри Видно То есть Выглядит В принципе Как заводской В принципе С таким Катализатором Я думаю С техосмотром У вас проблем Не будет Этот вопрос Многих волнует Также Многие скажут Ну раз Экология Нормальная Значит может быть Тешить не надо К сожалению Нет Надо Обязательно Проверяли Знаем Нужно обязательно Перепрошивать Иначе будет Выбивать ошибку И автомобиль Будет повышаться Расход топлива Можно устанавливать Ну что ребят Низ двигателя Я уже собрал Колено Вкладыши Блок Готово Все Видите Поддон Прикрутил Маслиный насос Оставил старый Помыл его Помазал Собрал обратно Поставил новую Нижнюю цепь Успокоители Также я Подкрасил поддон Потому что Он был очень ржавый Ну как бы Привел его Бурский вид Добавил ему Лет жизни Теперь осталось Прикрутить АКПП Коробку я прикрутил Как вы видите Смотрите Как прекрасно Выглядит наш Мотор Шортблок Так сказать В собранном виде Теперь мне Осталось Прикрутить голову И после этого Можно будет Накидывать Распредвалы И ГРМ Болты головки Нужно протягивать В три этапа 35 ньютон метров Первый этап И два раза По 90 В промежутках Обычно я делаю Какие-то параллельные вещи Для того Чтобы прокладочка Лучше прижалась Как вы видите Я уже собрал Полностью Укомплектал вал Двигатель Вместе с коробкой Поменяли Как вы помните Здесь очень много всего Все это в подробностях Можно посмотреть Во всех наших видео Которые были связаны С этим автомобилем Легендарный Спортэйдж 2012 года Мы в нем Перебрали полностью Капитальный ремонт Произвели двигателя Гильзовка Поршня Ремонт ГБЦ То есть Переборка Замена сальников Притирка клапанов Замена ГРМ Ну в общем Просто Все это было Вы все это видели Также у нас Появится в скором Времени Видео О ремонте Коробки Именно данного Автомобиля Оно тоже будет На нашем канале На ютубе То еще Кроме всего этого Мы меняем на нем Гофру Удаляем катализатор Меняем Большое количество То есть Ну если вы Смотрели диагностику Мы меняем Много еще Всяких деталей По ходовой части И в конце концов Я обещал вам Сообщить Сумму ремонта Данного автомобиля Вышла она В районе Ну давайте Скажем точно По запчастям У нас вышло 229 тысяч На сегодня На 11 июля На 2023 год И по работам В которые Входит Ремонт коробки Ремонт двигателя Ремонт ходовой части Ремонт гидроблока В коробку Ремонт гидротронформатора На все На это Потратил Наш Владелец Данного автомобиля 222 тысячи То есть сумма Немаленькая То есть если вы Владеете Спортажом 2012 года С пробегом 250 тысяч Ну считайте Что этот пробег Умножаем на 2 И такая Такая сумма Ремонта данного автомобиля И выстреливает Но хочется отметить Что после этого Ваш автомобиль Будет В принципе Индентинщин Автомобилю Завода Ну конечно Не считая в кузово Кузовными работами К сожалению Мы не занимаемся А может быть И к счастью На этом Я Заканчиваю Спасибо Что смотрите Наш канал Подписывайтесь Ставьте лайки И Ждите нас В будущих видео Спасибо